Царь Небесный Царь Небесный Царь Небесный Мировоззренческая пропасть между разными людьми. То, что понятно очевидно для нас, непонятно для кого-то другого. То есть вот эта вот непонятность, изумление иностранцев иногда бывает очень несправедливым, иногда напротив. Но еще более... То есть вот этих воспоминаний иностранцев о России опубликовано достаточно, с XVI века начиная. Но здесь перед нами уникальный случай. Перед нами впечатление человека с Востока. То есть обычно про нас писали всякие герберштейны, путешественники с Запада, с Западной Европы. А тут взгляд с Востока. То есть для этого арабского путешественника Россия это врата западного мира. Уже очень интересно оказывается. Во-вторых, несмотря на то, что у него некая такая общекультурная чуждость больше, чем, скажем, у нас с немцами, с европейцами, тем не менее, есть конфессиональная близость. Он тоже православный, он священнослужитель, и он сопровождает очень знатного гостя в нашей церкви. Поэтому его пускают туда, куда не пускают немцев. Он видит то, что не видят немцы. И, опять же, он с пониманием относится к тому, что он видит в церковной жизни и оставляет свои заметки. Значит, что меня будет интересовать? Во-первых, такие сюжеты, которые нам с вами хорошо знакомы и известны церковным людям, но бывает интересно заметить, что что-то знакомое нам, хорошее или плохое, по современной нашей жизни, оказывается, было таковым и в былые столетия. И мы не настолько уникальны, как иногда себе кажемся. Во-вторых, будем замечать некоторые вещи, которые окажутся необычными для нас. Вот что-то у нас, оказывается, было и в народной, и церковной, и государственной жизни. Что-то было, а мы вот это забыли. Опять же, и плохое, и хорошее. В-третьих, иногда мое внимание привлекают оценки автора, как сам Павел Олепский реагирует на то, что он видит. Чем он восхищается? Вещь для нас знакомая, а он к ним восхищается. Или, напротив, когда он начинает негодовать. В некоторых случаях мое негодование будет вызывать восхищение этого автора. То есть, то, чем он восхищается, с точки зрения, скажем, моей, здесь скорее повод для того, чтобы голову пеплом посыпать и поскромнее немножко на эти темы говорить. Ну вот, значит, отсюда, понятно, будет структура лекции. Никакой структуры. То есть, это будет такой горох, винегрет, то есть, какие-то отдельные вот такие факты, мысли, небольшие комментарии. Ну, мозаика, в общем, как говорят, модернистскую нашу эпоху, модный стиль, философствование, письменности и так далее. Ну, вот так и будем говорить. Ну, а начнем мы издалека. Значит, дьякон Павел живет в Сирии. Это Турция, турецкая империя той поры. Едет он в Москву. Значит, какой его маршрут? Он должен проехать через Балканы, значит, Греция, Валашские, Молдавские княжества, и потом по дороге в Москву, что он должен проехать? От Молдавии к России. Вот. Вот тут начинается самая интересная вещь. Никакой Украины в его книге нет. Даже слова такого нет. А есть земля казаков. Очень интересное слово сочетание. Это важно запомнить, потому что сегодня на Украине какой-то такой болезненный национализм. Вот. Они обижаются, что их называют Малороссией, скажем. Это глупо. На самом деле, Малороссия – это не русская обидная кличка для хохлов, а это термин греческой геополитики – Малороссия и Великороссия. То есть греки принесли на наши места привычную для них схему деления мира. Есть Малая Эллада, есть Великая Эллада. То есть Малая Эллада – это, собственно, Пелопоннес, это Афины. А Великая Эллада – всевозможные Херсонесы, там и так далее, это Акраина. То есть, соответственно, есть Малая Польша с Краковым, есть Большая Великая Польша. Есть Малый Париж, есть Большой Париж. Как вы думаете, где находится Лувр? В Малом Париже или Большом Париже? Есть Малый Лондон, есть Большой Лондон. Вот точно так же есть Малороссия, есть Великороссия. И Малороссия означает, собственно, Россия. Собственно, Русь, Киев – мать городов русских. А Великая Россия это северные провинции окраины. Так что поэтому очень странно, что вдруг киевляне, колыбель русского народа, стали называть себя окраиной. Если учесть, что слово «Украина» в украинском означает «страна», то получается, что живут они в стране по имени У. Почему? На самом деле Украина это польская кличка этих земель. Для Москвы, для русского народа Киев никогда не может быть окраиной. Это наша колыбель. А вот для поляков, для них, с их точки зрения, это как раз окраина. Поэтому очень странно, что вдруг нынешние жители Киева так полюбили, не взлюбили высокий свой титул, а напротив полюбили кличку. Так вот, никакого слова «Украина» в книге Диакона Павла не существует, есть земля казаков. И вот первая заметка об этой земле. Днестр это крайний предел земли молдавской и начало земли казаков. То есть само по себе можно было бы пройти мимо этого наблюдения, если бы не то, что мы видим сегодня в жизни Приднестровья и Тирасполя. То есть, видите, границы-то, на самом деле, тогда были вполне устойчивы. И, действительно, только в советские времена, для того, чтобы земли, отрезанные от королевской Румынии в 1939 году, для того, чтобы придать им статус какой-то более-менее полновесной союзной республики, Сталин прирезал им левобережные земли Днестра, собственно, действительно, украинские и русские, славянские земли. Вот из-за этого и сейчас там идет сырбор, конечно же, дядя Джо с Америки, в внимательности за тем, чтобы ни в коем случае эта земля не вернулась к славянам. Вот еще одно географическое замечание. Между татарами и землей казаков расстояние в 5-6 дней пути по безлюдным и пустынным землям. Татары имеют в виду крымские татары в данном случае. Значит, вот между землей казаков и татарами расстояние в 5-6 дней пути по пустыне. Что это описывается? Как эта земля сейчас называется? А сейчас-то что там? Янукович Лэнд. Донбасс. Донбасс, Новороссия. Это оно и есть. То есть, опять же, я, простите, слишком часто бываю на Украине, поэтому немножко на эту тему завязан, заряжен. Но когда говорят, что там Россия всегда нас угнетала и грабила, сравните те земли, которые вошли в состав, в союз с московским царством при Богдане Хмельницком, сравните те территории, которые сейчас имеют Украину, выйдя из союза с Россией. Что его поразило? Вот, например. Узкий цвет товарищей нет, но в данном случае это замечание чрезвычайно важное с точки зрения истории культуры. Когда Диакон Павел посещает землю казаков и Московию? Ну, во-первых, прошло всего лишь навсего два года со времени Переславской Рады, то есть только два года, как Россия, под скипетром московского царя. Во-вторых, это как раз то время, когда и на Украине, и в России начинаются культурные перемены, начинается западное влияние, особенно в Москве. На Украине уже давно шло соревнование между католиками и православными. В частности, это соревнование шло на эстетической почве, на красоте богослужения, красота молитв. И вот надо сказать, что это соревнование в конце концов выиграли православные композиторы. Да, в частности, они сумели перенять портесное европейское театральное оперное пение. Сегодня считается хорошим тоном в церковной среде ругать эти концерты, всех этих Бортнянских, Ведали и так далее. Но замечательно, немножко по другому поводу сказал отец Валентин Асмус. Он вступил в полемику с отцом Георгием Флоровским. У Флоровского и многих других выдающихся наших богословов и историков XX века есть теист о том, что, начиная с XVI века, со времени основания Киево-Мигелянской академии, наше русское богословие попадает в вавилонское пленение к западной схоластике. В общем, это совершенно справедливо, конечно. То, что наши учебники богословия для семинария начинают писаться как копия латинских учебников. Зачастую наши катехиизы составляют сквозно перевод латинских катехиизов с выбрасыванием некоторых чисто латинских статей. Но вот отец Валентин Асмус, он говорит, что на уровне факта это правда, но надо ли это осуждать? И дальше он в той своей статье, посвященной Петре Могиле, отец Валентин Асмус, по-моему, замечательно сказал. Он сказал, дело в том, что в ту пору оружейные фабрики культуры находились на Западе, и поэтому нельзя было защитить православие, не позаимствовав это их оружие, в данном случае схоластический тип мыслей и богословствования. Но то же самое касается и музыкальной культуры, которая гораздо более ближе и понятна для народа, нежели богословские построения. Так вот, сначала это портесное итальянское пение усваивается через польскую культуру на Украине, потом приходит в Москву. Вот тут же, как ни странно, именно патриарх Никон, который резко выступал против парсун, против западной традиции академической живописи, отстаивая древнерусскую иконопись, на вопросе о музыке патриарх Никон занимал как раз вполне прозападную позицию. Диакон Павел пишет, «Никон выселил из Новодевичьего монастыря в Москве русских монахинь и заселил его казачками, вследствие пристрастия к их пению и к службам, которые изгоняют из сердца все печали». Еще одно интересное упоминание. Диакон Павел говорит, что имя патриарха Никона в храмах Украины не поминали. То есть имя московского царя поминали уже в Екатеринах, а вот патриарха еще нет. То есть пока еще реального соединения церквей здесь не произошло, объединение их. То есть Украина считала себя еще частью Вселенского патриархата. Вот очень интересное наблюдение. Свечи в церквах у казаков бывают все прекрасного зеленого цвета. Тут повод для интересного наблюдения чисто колористического. У нас как-то с юности в темя шли в голову нам, что Средние века – это темные века. Когда смотришь какие-нибудь голливудские поделки про Средние века, то там какие-то мрачные толпы, одетые в лохмотье, и все обязательно в какой-то цвет коричневой грязи и так далее, какие-то балахоны. На самом деле Средниковый мир – это мир очень яркий. Это мир, ну, народные костюмы, в конце концов. Народный костюм родом из Средних веков, да и даже есть еще больше архаики. Сравните цветастость народного костюма у всех народов мира, у европейцев, в том числе и у русских, у украинцев, у кузаков, и нашу современную джинсовую униформу, и будет понятно, где на самом деле больше красочности и жизнерадостности. Одежда священников – это ведь тоже странно, что вот я весь сижу у вас в каком-то черном, непонятно во что одет. Диакон Павел пишет так в Москве. «Верхняя одежда священников и деканов делается из зеленого или коричневого сукна или из цветной ангорской шерсти». А вот замечательная картинка. «Кремлевские протопопы носят рясы из ангорской шерсти, фиолетового и зеленого цвета, весьма широкие, с позолоченными пуговицами сверху донизу, и зеленые сапоги. Они имеют у себя в услужении много молодых людей и держат породистых лошадей. Другие священники, проходя мимо них, снимают перед ними свои колпаки. При этом они тучны, толсты, с большим животом и жирным телом». То есть вот кое-что вполне узнаваемо, пережилось столетие в этой картинке. Но кроме того, я хотел обратить внимание на любовь к зеленому цвету. И рясы, и сапоги зеленого цвета. У нас сегодня чуть ли не мусульманам отдают зеленый цвет, дескать, флаг джихада, флаг ислама, это не так. Собственно говоря, только патриарх сегодня сохраняет зеленый цвет, как свой традиционный цвет, цвет патриаршей мантии зеленой и так далее. Если вы будете в патриарших палатах в Кремле, в Московском, посмотрите, там есть замечательно сохранившаяся ряса патриарха Никона. Посмотрите на нее, даже не очень внимательно, но будет понятно, что это ничего общего с тем, что нам не ответы, не имеет. Ну, по крое более-менее похоже, а что касается цвета и материала, гораздо все более жизнеутверждающе и оптимистично. Теперь, возвращаясь к вопросу о поминании патриарха Никона и Константинопольского патриарха. Значит, Диакон Павел пишет, что в Киево-Печерской лавре поминали Константинопольского патриарха. Но при этом среди настоятелей монастырей в земле казаков есть люди-ученые, законоведы, ораторы, знающие логику и философию. Но они не называют Константинопольского патриарха вселенским, а только архиепископом. Касательно этого существует у них много исследований и обильные свидетельства. Так что они привели нас в большое удивление. Ну, еще есть одна вещь, которая его в удивление не привела, а меня привела. Он пишет так. В лавре Киево-Печерской во всех кельях у митрополита, епископа, архимандрита, диакона или монаха имеется бесчетное множество дорогого оружия. Алжирские, черкесские ружья, сабли, пистолеты, луки и другое. Вот одна деталь, которая мне очень понятна, узнаваема по некоторым современным реалиям. Диакон Павел пишет, что казаки вырубали дубовые леса на Украине. И связано это вот с чем. Что когда Украина была польской водчиной, то польские дворяне, они обсаживали свои дома. Украинская степь не совсем их пейзаж, не похожий на польский. И поэтому свои поместья и дома они засаживали дубовыми лесами и рощами. А ненависть украинцев и казаков к польскому игу была такова, что захватывая потом... Это время Хмельничиной, собственно говоря, это время восстания Богдана Хмельницкого. Когда казаки захватывали, сгоняли поляков, то они просто вот врубали все эти дубовые насаждения. А что для меня здесь, какая для меня ниточка с современной жизнью? В Казахстане происходит нечто очень подобное. Происходило в 90-е годы. Когда немцы стали уезжать к себе на родину из Казахстана, казахи начали вселяться в их колхозы, в их дома. И первым делом стали вырубать яблоневые и вишневые сады, которые насадили там немцы за полвека своей казахской ссылки. Ну, конечно же, прежде всего, идиокон Павла, и меня интересуют вопросы церковного уклада жизни. Вот такая милая деталька. На дверях каждой из казахских церквей висит железная цепь, вроде той, что кладут на шею пленникам. Мы спросили о ней, и нам сказали, что всякому, кто приходит в церковь после окончания звона, вешают эту цепь на шею целый день, и он остается распятым на берном косяке, не имея возможности пошевелиться. Это его эпитемия. Ну, а в целом, надо, пожалуй, теперь сказать о главном. О том, как молились на Украине и в Москве. Но для этого надо начать издалека. Диакон Павел говорит, что в Сирии, в его родной Сирии, когда идет литургия, люди даже не дожидаются открытия завесы. То есть вот пропели «Отче наш», завеса задернулась, люди разошлись. Вообще, надо сказать, что это достаточно справедливо. По большому счету, это действительно древняя традиция уходить из храма, когда пропели «Отче наш», не дожидаясь причастия. Вот я этим летом сделал для себя очень важное научное открытие. Ну, именно для себя, подчеркиваю. То есть это я, идиот, этого не знал, но это не означает, что мировая наука богословского этого не знала. Просто я, наверное, прогулял ту лекцию в семинаре, когда об этом рассказывали. Но вот уже сколько, я уже 16 лет дьякон, и все эти годы меня точат недоумение, точило недоумение об одном из вопросов. А именно, ну почему на литургии, когда пропета молитва «Отче наш», дьякон возглашает главы «Ваша, Господи, преклоните». Во всех других аналогичных моментах нашего богослужения дьяконский возглас совершенно иначе звучит. Главы «Наша, Господи, преклоним!» А здесь вдруг «Вы» явно дьякон противопоставляет себя молящимся. Почему это так? И вот ни в кое из книжек нигде ответ найти не мог, и только вот этим летом все-таки докопался все-таки. В чем дело? Оказывается, под вами имеются в виду в этом возгласе все те, кто не будут сегодня причащаться. То есть это последний отголосок дисциплины Аркана, дисциплины Таинства, Тайны и Секрета в Древней Церкви. Только те, кто участвуют в Таинстве, могут быть зрителями Таинства. Или, точнее говоря, зрителей быть вообще не может, только участники. Соответственно, поэтому сначала в Храм зовутся все, а потом оглашенные из Эдити, то есть некрещенные, изучающие христианство, но некрещенные. А затем перед причастием даже те верные крещеные, но кто не будет сегодня причащаться, значит, вы тоже из Эдити. Если вы возьмете служебник в руку и посмотрите ту молитву, которую читает священник, вот в ту минуту, когда дьякон сказал «Главы ваших, Господи, преклоните», вы увидите, что это молитва о путешествующих. Эта молитва не имеет никакого отношения к Таинству, исправив путь их с путешествием в путешествии. То есть эта молитва именно о тех, кто уходит, отпускная молитва. Так что в этом смысле и только, соответственно, остаются те, кто будут причащаться, и для них после этого выносится чаша с причастием. В никакой телесъемке, транслируемой на всю страну и так далее, из алтаря, ничего такого не предполагалось. И так было, по меньшей мере, до VIII века. Но штука вот в чем. То, что когда-то было проявлением дисциплины, позднее стало проявлением пофигизма. То есть люди с радостью стали разбегаться. О, как хорошо. То есть не из сознания того, что мы несовершенные христиане, посмотрели на литургии, но не поучаствовали. А напротив, о, поскорее можно убежать. Поэтому, с некоторым сожалению, диакон Павел в XVII веке уже пишет, что в Сирии расходятся, даже не дожидаясь ни причастия, ни открытия завесы, ничего. В Константинополе утренняя, потом литургия. Служились вместе. Вообще, это интересный, конечно, для меня вопрос. Опять же, я проспал эту лекцию в семинарии. Когда же у нас стали, собственно говоря, утренню служить по вечерам? С какого времени? Не знаю, с какого, но я могу сказать только одно. Церковь, которая веками может по утрам читать вечерние молитвы, а по вечерам утренние, такая церковь неодолима ни адовыми вратами, ни здравым смыслом. Так вот, в Константинополе в XVII веке всё-таки служилось вместе утренние литургии с утра. Так в итоге, что делали благочестивые греки? Они выходили из храма после словословия, после утренней, и возвращались в храм через два часа. Когда там батюшка антидор раздавал, там и так далее. Ради этого возвращались. А до этого два часа в кофейниках сидели. Кстати, многие на Афоне монахи точно так же поступают, то есть на какие-то моменты службы приходят, а остальное время в келье проводят и так далее. В Валахии в присутствии господаря стараются сократить службу. В Молдавии, это разные были государства тогда, в храмах молятся только греческие купцы. Жители же города лишены стыда и веры, они христиане только по имени, их священники раньше их чуть свет спешат в пятийные дома. Такое впечатление Молдавия оставила у нашего арабского путешественника. Но это после этих впечатлений, особенно от Молдавии сильных, он наконец пресекает землю казаков. Тут-то впервые мы вступили в топе борения, настало для нас время пота и труда. Ибо во всех казацких церквах вовсе нет стасидиев даже для архиереев. Это слово надо пояснять или нет? Стасидии. Стасидии – это скамейки, которые в монастырях стоят вдоль стен храма. То есть у нас сегодня... Почему вот изумляется этот дьякон Павел? Потому что здесь тот случай, когда мы стали большими католиками, чем римский папа. То есть вот он уже в 17 веке изумляет, что у нас нет сидений. Это ненормально. Поезжаете в греческие храмы сегодня, вы увидите у них католиков в скамейке, в сиденье храма. Но это недавно появилось у них, в 20 веке. А в более ранние времена... Ну, женщины я не могу позвать на Афон, но предлагаю поезжать и в Троицк-Сергиеву Лавру. И там в Троицком соборе вы увидите эти стасидии по периметру стен Троицкого собора. Значит, стасидии – это деревянные сидения, откидные с очень высокими подлокотниками. То есть сидеть там не очень удобно, руку некуда положить, но очень удобно стоять. То есть смотрите, что происходит. Во-первых, если я стою в этих стасидиях, я могу опереться на подлокотник, скажем, боковая стена ночь. Если я сижу, то справа от меня или слева алтарь. А если я встал, поворачиваюсь лицом к алтарю и подлокотник передо мной. Я на него могу принести часть тяжести своей и легче стоять многие часы, пока длится монастырская служба. Дальше, если я сел, то я оказался спрятан от братьев. То есть эти высокие подлокотники, они не позволяют видеть соседей, подглядывать, кто там дремлет, кто с кем шепчется и так далее. Но опять же затрудняются перешептывания монахов между собой или там паломников, молящихся. То есть, в общем, очень удобная вещь. Но опять же, культура нашего богослужения предполагает, что есть молитва, которую можно выслушивать сидя. В самом названии наших молитв это заложено. Акафисты и кофизмы, седальны и неседальны. Но, тем не менее, в Москве с давних времен, в России вообще и на Украине, считали, что с Богом можно только стоя разговаривать. И вот поэтому во всех казацких церквах их вовсе нет стасидиев, даже для архиереев. Представь себе, читатель, они стоят от начала службы до конца неподвижно, как камни, беспрестанно кладут земные поклоны и все вместе, как бы из одних уст, поют молитвы. Но ничто нас так не удивляло, как красота маленьких мальчиков и их пение. Ну, вот это вот такой неожиданный переход, конечно, но я просил тоже понять его справедливо. То есть, конечно, дети у нас сидят на самое лучшее. Надо понять, что под красотой маленьких мальчиков он имеет в виду. В доме каждого человека по десять и более детей, которых мы называли старцами. Они по годке, идут лесенкой один за другим. Так чем дети поражали этих рабов? Какие волосы? Светлые волосы, блондинчики, да. Десять и более детей с белыми волосами на голове и за большую белизну мы называли их старцами. Ну, опять же, с горечью замечу еще одно замечание. Умы наши поражались изумлением при виде огромного множества детей всех возрастов. Сегодня это уже, увы, совсем в прошлом. Пересекает он границу России. И здесь, опять же, понятно будет. Мы вступили, читатель, во вторые врата борьбы пота, трудов и пощения. Ибо все в этой стране от мирян до монахов едят только раз в день и выходят от церковных служб всегда не раньше, как около восьмого часа. Время считается от восхода и от заката. То есть время от захода пошел первый час и так далее. Во всех церквах совершенно нет сидений. Миряне стоят, как статуи, молча и тихо, делая беспрерывно земные поклоны, ибо они привычно к этому не скучают и не ропщут. Мы выходили из церкви, едва волоча ноги от усталости, беспрерывного состояния без отдыха и покоя. За утренней службой непрерывно читают каждый день три чтения истолкований на Евангелие и иное из потеряка. Вот на это стоит обратить внимание. У нас сегодня в церкви немало людей, особенно монашествующих, которые выступают с позиции ревности, чтобы все было по уставу, по типикону. Нельзя сокращать службы, все должно быть уставным образом и так далее. Но я ни разу еще не встречал человека, который обратил во внимание на то, что типикон требует семь раз обращаться с проповедью к людям во время всеночного дня. То есть если услышать по типикону по уставу, то можно вот с этого начать. Речь идет о так называемых уставных чтениях из четих меней. То есть священники 16-18 веков не имели права на личную проповедь, на импровизацию, но они должны были зачитывать из Маргариты, из Пролога, из Жития Святых и так далее, толкование святых отцов, на читаемое Евангелие, на полемию и прочее, и прочее. Вот этого, к сожалению, сегодня нет. Но надо помнить у меня правильно. Я не думаю, что было бы умно эти чтения возродить сегодня в храме. Хоть на церковно-славянском, хоть на русском языке. Потому что, ну я знаю случаи, когда пробовали священники, ну златоуста давайте, вот русский перевод златоуста, и давайте хотя бы на запричастном, пусть там чтец зачитывает проповедь златоуста на сегодняшний день, праздник, не получается. Ни тот язык, ни те люди не воспринимается это всё-таки. Но, тем не менее, значит, в нашем богослужении есть места, куда, естественно, могла бы войти проповедь. Или живая, кратенькая, на 3-4 минутки. Может быть, с пояснением того, что сейчас происходит в храме, о символике богослужения и так далее. Или же отрывки из более понятных до современного читателя церковных проповедников. Но, как мы видим, устав нашей службы, как ни странно, больше похож на сюжеты современных баптистских собраний. У баптистов, если бы у них были, у них постоянно чередование. Пение, молитва, проповедь. Проповедь, пение, молитва, чтение, писание и так далее. А у нас только идёт сплошное пение и чтение без проповеди практически. Значит, по уставу и у нас должна быть проповедь постоянная. Что касается нас, то, как нам советовали, учили и предостерегали нас друзья, которые уже бывали в этой стране и знали, какой нрав у этих жителей, мы волей или неволей к ним подоравливались. И что они делали, тому подражали и мы. Но здесь я опять делаю паузу. Я много таких описаний сейчас буду приводить. Но хотел бы предостеречь вас от одной иллюзии. У нас так вот, как-то по-школьному приблизительно делят историю России на допетровский период и допетровскую Русь. Вот это перед нами свидетельство такой слепок, картинка из допетровской Руси. Но было бы ошибкой переносить то, что увидел и описал дьякон Павел на все предыдущие царствования, столетия и десятилетия. Это совершенно уникальный период в истории нашей страны и нашей церкви. Время Алексея Михайловича тишайшего. Дело в том, что царь Алексей может быть первый революционер на троне. То есть сыночек был весь в папу. Не надо здесь обманываться и обольщаться. Другое дело, что свои революции они устраивали во имя радикально разных вещей. Чтобы понять, Алексей Михайлович человек не вполне традиционный. Традиция русского самодержавия средневекового это традиция достаточно терпимая. Средневековая вообще терпимая вещь. Дело в том, что средневековая культура это культура реалистическая с точки зрения истории и философии. Реализм в средневековой философии это то течение, которое утверждает, что имена это реальность. Соответственно, средневековая культура и на Западе и у нас это культура символов, имен. Если некий человек назвал себя христианином, значит он и есть христианин. Армия называет себя боголюбивой и христолюбивой, значит так она и есть. И на их всякие свинства и мерзости можно не обращать внимания. Солдатские развлекалочки. Если страна называет себя христианской, значит так она и есть. То есть ты крестился, по воскресеньям ходишь в храм, ты христианин. А как ты колдуешь по пятницам, никого не интересует. Вот в этом смысле средневековая культура была терпимой. Вот пример такого рода странной на наш взгляд терпимости это история средневековых богослужебных книг. Вот сидит монах у себя в келье переписывает Минею или Евангелие. Текст канонический, понятный, но ведь рукопись должна быть украшена. За главные буквицы в начале главы их вид, их украшение это уже то, что отдаётся на усмотрение переписчика. И вот он здесь в меру своего таланта и вдохновения и рисует эти буквки. И вы знаете, где-нибудь в веке в 13-14 эти буквки могли быть весьма занятными. Скажем, в начале без слова. Буквка В изображается в виде голой бабы в бане, которая окатывает себя из ушат. На полях такого рода рукописи монашеских вполне могли быть какие-то личные маргиналии, пометочки, типа скоро ли пойдём спать, пальцы озябли, устал и так далее, что-то там отец Игуин плохо нас кормит и прочее, скорее бы лучину поменяли, а то чадит и так далее. Такие записи на полях порядки вещей. Веки в 15-м они уже исчезают, это уже недопустимо. В 16-м веке жизнь русского человека вполне совершается в двух вроде бы разных мирах. В мире церкви и в мире в общем-то ещё такого махрового язычества. Ситуация двоеверия. Поговорка с той поры, что за похороны без попа, что за свадьба без скомороха. Но скоморохи это не шуты. Скоморохи это серьёзно, скоморохи это на самом деле языческие жрецы. То есть они воспринимались как некие такие посредники с миром духов именно. Шаманы такие. Поэтому и церковь к ним относилась хуже, чем к современным Жванецким или Филиппом Киркоровым. Потому что это не просто шоу-бизнес, это не просто развлекаловка. Но к ним церковь плохо относилась, а государство хорошо относилось. В 15 веке понадобилась специальная грамота московского великого князя, который бы сёла, принадлежащие Троице Сергееву монастырю освобождались от скоморохов. А в 16 веке Стоглавый собор принимает специальное постановление скоморохам запрещено играть и сильно. Сильно в данном случае означает не громко, а насильно. То есть скоморохи работали так, как сегодня цыганята на улицах Москвы в пробках. Они торгались в некое село, культурно обслуживали население, своими бубнами, медведями и так далее, а потом требовали дай копеечку, не дашь стёкла побьём и так далее. Как сегодня плеснуть тебе пеной на лобовое стекло в пробке, вытрут, дай копеечку, а тушину проткнул. Вот это было запрещено Стоглавым собором, сильно играть скоморохом. Но теперь самое интересное, первое, при всём негативном отношении цирка к скоморошеству, первая свадьба в истории Руси, которая игралась без скоморохов, это была свадьба царя Алексея Михайловича. И это революция. Вторая революция, связанная с жизнью Алексея Михайловича. Появляются медные литые иконки, назначение которых висеть в бане. Потому что для народного сознания чёткое деление священного и нечистого. Баня – это нечистое место. И поэтому святыня там не должна находиться. Я признаюсь, даже у меня уж, на что я городской совершенно житель и так далее, но когда я воцерковлялся, для меня была проблема, можно ли в крестике, нательный крестик оставлять, когда там идут в ванну, в душ и так далее. И до сих пор мне приходится от некоторых людей слышать такие же вопросы. Так вот, при Алексее Михайловиче наконец-то было решено, что всё, освещаем, всюду должна быть икона, христианин должен быть христианом везде, даже в бане, в лесу, где бы он ни был и так далее. Так вот, царь Алексей Михайлович, не случайно всё-таки он и патриарших кровей, так скажем, он пробует всю пестроту народно-государственной жизни свести, привести к церковному, православному, единому знаменателю. Ряд реформ по направлению к облагочестивлеванию народной жизни начался раньше его, скажем, ведение единогласия. Ряд продолжается при нём. Но вот это, наверное, и есть самое главное. Значит, дело в том, что русский религиозный характер действительно всегда был заострён на исполнении обряда. Апрелённое обрядоверие было здесь характерно. Когда вот доводилось мне читать переписку наших митрополитов с Киевским Скандинопольским патриархом и средневековой переписки, вы знаете, поражало, какие вопросы ставят, какие нет нашей иерархии. Ни разу не возникает вопроса миссионерского, как, скажем, татарам объяснить лучше тайну Троицы. Вопроса богословского. Все вопросы только ритуального характера. Скажем, наш крутицкий митрополит, крутицкий, значит, епископ из Золотой Орды, пишет из Золотой Орды, пишет в Константинополь, святейший владыка, можно ли пить кумыс? Из Константинополя, кстати, ответ нет, кумыс пить нельзя. Но это уже такой глупый греческий национализм. То, что, к чему, то есть, когда отождествляется эллинизм и православие, то, к чему греки привыкли, это и есть православие, всё, чего мы не знаем, всё ересит и так далее. Так вот, у русских людей всегда подчёркнуто благоговейное отношение к обряду. И если в Типиконе сказано, надо делать так, значит, так оно и надо делать. Но при этом, опять же, понятно, что Типикон-то писался для монастырей, и это одна из болевых точек современной даже церковной жизни. У нас до сих пор нет устава для прихода. Если вы возьмёте в руки Типикон, вы с первой страницы поймёте, что это такое? Это устав монастырской общины. Не богослужения, а вообще общины. Как поститься, как вести себя с игуменом, духовником и так далее, что есть, когда спать и так далее, сколько и прочее. Устав жизни монастыря. И, конечно же, это всегда проблема. Как этот устав жизни монастыря, всё-таки монастырь это объединение людей, пришедших добровольно к такому стилю жизни. Как это перенести на всех? Ну и вот в 16 веке эту проблему решили довольно просто. Исполняли устав буквально, во всех его подробностях, но только с одной малостью. Весь устав исполняли одновременно. То есть в храме священник читает одну молитву, дьякон читает другую, хор поёт третью, а пара чтецов толдычит четвёртую и пятую. В итоге укладывались два-три часа всю службу, ничего не сокращая, но, конечно, я ничего не понимаю. Вот из этого безобразия в начале XVII века начали выходить и установили единогласие. То есть нельзя читать две молитвы сразу. Отголоски многогласия вот этого дурного у нас до сих пор есть. Прошлое у России трудное, болезненное, проблемное, а будущее в России прекрасное и так будет всегда. Так вот, утопизм это и есть попытка принести в жертву прекрасному будущему, замыслом в моей голове, вот реальном награблении жизни. И сначала это делает Алексей Михайлович, когда пробует навязать типикон как образ повседневной жизни всему русскому роду. Не удаётся. Итогом этого две катастрофы, имя одной из которых Пётр Алексеевич, а второй Страведческий раскол. Двумя катастрофами вот этими по сути кончается проект царя Алексея. Следующая утопия это уже Петровская реформа, затем большевистская, теперь нынешняя Гайдаровская какая-нибудь и так далее. Вот после этих оговорок то есть перед нами некий такой моментальный снимок эпохи Алексея Михайловича, причём опять же своеобразного времени его жизни, когда ещё когда он ещё не разругался с патриархом Никоном, такой некой тоже двоевластие в Кремле. Вот из этого времени пришло к нам это свидетельство. Продолжаю. Следующие люди говорили нам, что если кто желает сократить свою жизнь на 15 лет, пусть едет в страну московитов и живёт среди них как подвижник, являя полное воздержание и пощения, занимаясь чтением молитв и вставая в полночь, он должен упразднить шутки, смех и развязность. Если кто-то стоит, держитесь крепче. Он должен отказаться от употребления опиума. Такое неожиданное признание стороны православного дьякона, такое горе его постигло. Значит, он должен проникнуть шутки, сверхразвязность, должен отказаться от употребления опиума, ибо московиты ставят надсмотрщиков при архиереях и при монастырях и подсматривают за всеми сюда приезжающими. Ночно и денно сквозь дверные щели. Значит, перед нами, конечно же, не игра в ток-шоу или в реалити-шоу Дом-2 и так далее. Нет. Речь вот об очень серьезной вещи. Когда турки захватили Константинополь, к этому времени в Константинополе не было власти церковной. Потому что, во-первых, а, патриарх, который был принял унию и поэтому церковным родом не признавался, во-вторых, по-моему, к тому времени помер, нового избрать не успели. Латинский кардинал Исидор, ну, Митровославный Митрополит, но который принял унию, убежал на генуэзской галереи, убежал из осажденного города. И единственная духовная авторитет, оставшаяся в городе, это был монах Геннадий Схаларий. Он резко антилатинские позиции занимал, и поэтому победитель, султан Мехмед счел необходимым сделать именно его патриархом, потому что с политической точки зрения ему было важно изолировать греков от западного мира, чтобы оттуда те не ждали военной помощи, не было бы политического военного союза против него. У Мехмеда Второго мать была сербка, православная женщина, он поэтому разбирался в христианском мире, в христианской вере, и он с наслаждением исполнял роль преемника византийских императоров. Поскольку византийские императоры назначали патриархов, то поэтому и султан также счел возможным со своей стороны в качестве преемника назначить такого патриарха. Формально это делалось так, то есть сенот избирает патриарха, но утверждает его царь. В данном случае требование народа было однозначным, султан с ним согласился, именно Геннадий должен стать патриархом. Он стал, прошло два года, и вот здесь произошла одна из самых позорных сцен в истории нашей церкви. Синодальные митрополиты решились убрать патриарха. Слишком уж он там благочестив, ну вообще не их человек. И они обвинили патриарха в нарушении канонических правил. У них были для этого основания. Дело в том, что патриарх Геннадий венчал детей. Восьми, девятилетних мальчиков он венчал с аналогичного возраста девочек. Церковные каноны той поры и норма византийского государственного права признавали брачный возраст не ранее 12 лет. По-моему, 12 лет для девочек, 14 для мальчиков. Патриарх же с 8-9 лет спокойно их венчал. В общем, несомненное нарушение канонов. И все-таки я вам скажу подлецы эти митрополиты, что они этот вопрос поставили. Дело в том, что важно понять, зачем патриарх нарушил этот канон. А дело в том, что это было время становления янычарской системы в Турецкой империи. Когда мальчиков забирали из домов и обращали в ислам. Но в Коране сказано, в вопросах веры не может быть понуждения. Поэтому нельзя заставить взрослого человека принять ислам, если он этого не хочет. А ребенок не взрослый. И поэтому ребенка спокойно можно подбирать и воспитывать, как ты хочешь, в традициях истинной веры. Вот это, естественно, мальчиков и забирали, и потом обращали их в ислам, делали из них таких вот воинов. Воинов ислама. Так вот, для того, чтобы не допустить такого набора ребятишек, спасти их для православия и для семьи, патриарх Геннадий и стал их венчать. И когда приходили турецкие сборщики налогов и детей, или вот этого мальчика мы забираем, какой это мальчик, где вы видите мальчик? Это муж. Вон у него жена в соседней песочнице. Вот официальный документ. Муж и жена. То есть я считаю, что приор Геннадий действовал совершенно справедливо. Но вот эти подлые митрополиты устроили интригу, объявили, что по нашим торговным канонам Геннадий преступник, объявили его неизложенно. И чтобы убедить в своих аргументах султана, они принесли ему кошелек с двумя тысячами золотых монет. Аргумент султану показался интересным. Но об этой интриге прослышала его мать, православная женщина. И она принесла своему сыну другой мешочек тоже с двумя тысячами монет, настаивая на том, что Геннадий должен остаться патриархом. Султан принял один мешочек, принял другой и назначил третьего человека патриарха. То есть не того, за кого ходатайствовали синодалы, и не того, и не Геннадия, а третьего человека. Но произошла страшная вещь. Турки поняли, что патриаршем престолом можно торговать. И надо сказать, что здесь к нашему позору именно православные греки растлили турок. Туркам и в голову не приходило, что они могут вмешиваться в такие вопросы. И началось. Вплоть до 19 века, как только кризис в турецком государственном бюджете, арестовывается патриарх, смещается, и объявляется открытый конкурс, тендер. Кто больше? Некоторые патриархи по семь раз смещались и покупали снова свое место. Вопрос, где такие деньги брать? А матушка Россия. Не то, чтобы рядом, конечно, далеко, но есть матушка Россия. Куда и надо поехать и нажаловаться, и наверное гнетут, жить нельзя, требуют страшные выкупы и так далее. Рассказы о жутких бедствиях, нашествие тараканов, обрушило крепостные монастырские стены и так далее. Помогите восстановите прочее. Поначалу на Руси, конечно, воспринимали все это с радостью, как хорошо, мышь, вот, Третий Рим, все к нам идут, все нас просят и так далее, всем можем помочь, а потом количество этих паломников, просителей стало напрягать. При Алексею Михайловичу десятая часть бюджета российского государства уходила на, собственно, откуп турок, то есть получалось, что Россия как сегодня финансирует турецкую экономику, но сегодня мы это делаем с помощью курортников, а в те времена с помощью монахов, но итог тот же самый, русские деньги перекочевывали в карманы турецких пашаев. И вот плюс к этому вскоре оказалось, что немало проходимцев пользуются открытостью русского сердца, то есть понимаете, что там, пошить себе рясу, дело нехитрое, или украсть ее где-нибудь из монастыря, из храма, и вот масса проходимцев с окладистыми бородами, в рясах, при случае даже с панагиями, едут в Москву и говорят, помоги царь, батюшка, я митрополит Байкальский, Амурский, все магистрали, у нас там турки распоясались, понимаешь, там и так далее. В ту пору не было телефона и телефакса, нельзя было позвонить в Иерусалиму, просить, пошлите нам с канцелярией патриарха фотопортрет вашего архиерея, есть у вас такой митрополит или нет, пришлите нам его координаты. Как делать? Как узнать? Вот поэтому подсматривали. Поэтому московиты ставят надсмотрщиков при архиереях и при монастырях и подсматривают за всеми сюда приезжающими ночно и денно сквозь дверные щели, наблюдая, упражняются ли они непрестанно в смирении, молчании, посте и молитве, ну то есть ведут образ жизни соответствующую духовенству, или же пьянствуют, забавляются игрой, шутят, насмехаются или бронятся. Если бы у греков была такая же строгость, как у московитов, то они до сих пор сохраняли бы свое владычество. Но это интересная фраза, он араб, поэтому о греках в третьем лице пишет. То есть вот боль о падении Византийской империи, она до сих пор у всех православных есть. Как только московиты заметят со стороны кого-либо большой или малый проступок, того немедленно ссылают в страну мрака, отправляют туда с конвоем, сопровождающим преступников, ссылают в страны Сибири добывать там соболей. Это дивный эвфемизм XVII века послали соболей добывать. Как у нас в 70-е годы говорили, что в случае чего тебя ждет бесплатная путевка по ленинским местам в Сибири, в те времена на ту же тему шутили таким образом. Никого из провинившихся иностранцев московиты не отсылают назад в их страну из-за опасения, что те опять к ним приедут. Но видя, что приезжающие к ним греческие монахи совершают бесстыдство, гнусности и злодеяния, пьянствуют, обнажают мечи друг на друга для убийства, видя их мерзкие поступки, они, хотя раньше вполне доверяли им, стали отправлять их в заточение, ссылая в ту страну мрака, в частности, закурение табака предавать смерти. Вот это известный знаменитый закон Алексея Михайловича за курение и смерть. Я бы попросил не осуждать этот закон. Нет, нет, здесь надо пробовать понять, в чём здесь лечит. Мотивы совсем не те, что вам кажется. Дело в том, что такое курение в ту пору, это не то, что сегодня папиросочку взял, зажёг, подымил на балконе и так далее. Это огромное сложное устройство, кальян называется, в котором реальные горящие угольки, травяная смесь непонятно какого происхождения, плюс к этому там ещё наверняка и гашиш добавлялся в эти травяные смеси, табачные и так далее. То есть человек, особенно не очень опытный в курении, по моде, затянется этой гадостью, может или заснуть, или потерять сознание, уснул, ножкой пнул кальян, он упал, угольки рассыпались, Москва сгорела. То есть это была мера противопожарной безопасности. То есть здесь дело было не столько в благочестии, сколько элементарная мера противопожарной безопасности. Значит, дальше, да, ну что, вы знаете, что у греков курение, отношение к курению совершенно другое, там в порядке вещей и епископы, и монахи курят и так далее. Они считают, что святые отцы об этом ничего не говорили, поэтому всё можно. Дальше диакон Павел пишет, что скажет, брат, скажешь, брат мой, об этом законе. Без сомнения, греки достойны этого и заслуживают такого обхождения. Через 100 страниц та же тема. Тут-то мы вступили на путь усилия для принесения трудов, стояний и бдений, на путь самообуздания. Что касается шуток и смеха, то мы стали им совершенно чужды, ибо коварные московиты подсматривали и наблюдали за нами, и обо всём, что замечали у нас хорошего или дурного, доносили царю и патриарху. Поэтому мы строго следили за собой и не по доброй воле, а по нужде вели себя по образу жизни святых. Бог да избавит и освободит нас от них. Особенно, мило, конечно, это последняя фраза, сами же приехали, но Бог да избавит нас от них. В этот день мы вышли от обедни не раньше девятого часа. Всё это время народ стоял на ногах. Какая выносливость! Несомненно, все эти люди святые. Они превзошли подвижников в пустынях. Ну, для примера, вот скажу по нашему времени. День Святого Петра, это где-то февраль, конец января, февраль, по-моему, Святого Петра Московского. Все ночные в Кремле начинаются в 3 часа дня по нашему, по нашему времени, и длится до 10 вечера. Стояли всю службу на железных плитах. Значит, здесь, надо сказать, что в церкви тоже бывают такие области нашей жизни, которые подвержены модным веяниям. В то одно время была жуткая мода неоновый свет ставить в храмах в 60-е годы. Модная новинка. Я даже у староверов встречал такие. В алтаре неоновые лампочки. Жуть какая. В конце 19 века, начале 20-го модно было кафельной плиткой пользоваться, полы выстилать. В Троицком соборе в лавре до сих пор такая привокзальная кафельная плитка. Сортирная, прости господи. Ну, современная. То есть, я понимаю, что сто лет назад казалось это ну, очень красиво, дорого, со вкусом. Сегодня кошмарно смотрится. Так вот, а, соответственно, в 16-17 веках у мода было, чтобы чугунные плиты были литьё, украшал его полы. Оно действительно красиво и здорово, но есть одно но. Храмы не отопились. Поэтому стоять было жутко холодно. Значит, стояли всю службу на железных плитах. Что касается меня, бедного, то я хотел выйти и убежать из алтаря, но не мог. Я побежал направо, там стоит царь, налево побежал, там стоит царица, так что поневоле пришлось страдать до конца службы. Отсюда понятны его итоговые замечания ещё через сто страниц. Всего больше я боялся и хлопотал, чтобы успеть уехать из Москвы до Пасхи, чтобы избавиться от бдений и стояний страстной седмицы. В течение этих двух лет в Москве замок висел на наших сердцах. Но понимаете, проблема-то в чём, что уезжать можно в любую минуту, пожалуйста, и езжайте, но езжа бы душит. Потому что каждый день это новые подарки патриарху, какой-нибудь боярин приедет, воеводы издалека и так далее. В течение этих двух лет в Москве замок висел на наших сердцах, а ум был стеснён до крайности и подавлен, ибо в этой стране никто не может чувствовать себя свободным и довольным, кроме коренных её жителей. Что касается нас, то душа у нас расставалась с телом от того, что они очень затягивают обедню и другие службы. Кстати, на Ексиньера Цемвси Господи помилуй пелось сто раз. Действительно, службы были долгие. Мы выходили со службы с разбитыми ногами и с болью в спине, словно нас распинали. По-видимому, ноги у них из железа. Однако в этой стране нет другой заметной болезни, только подагра и незлечимая боль в ногах, начиная с царей и кончая бедняками. И всё это происходит от их продолжительного стояния в церквах. Это вот что касается богослужения. Действительно, были интересные вещи. Скажем, канон Андрея Критского, начальника поста. Все поклоны были большие, более ста больших земных поклонов делалось. На Екатинге диакон каждый раз вошёл в храм, в алтарь, три поклона престолом, целует престол, кланит священников. Сейчас иначе. А вот интересная вещь. Но заупокой на Екатинге поминалось священникам по 4-5 тысяч имён. Что здесь интересно? Ну, во-первых, до сих пор это очень хорошо видно. Кто подал записку поминания в алтарь? Если это подал интеллигент, там будет 5 имён. Если это неграмотная бабушка, имён будет 50. Второе обстоятельство. Диакон пишет, заупокой на Екатинге это новая Екатинге, которую мы не знали. То есть это вот такая русская новинка, чтобы в литургию вводить заупокойную Екатинью. Вот как миряне входят в церковь. Устроверов до сих пор так. Каждая делает несколько земных поклонов, затем кланяется присутствующим на восток, запад, север и юг. Также и дети, даже малые, знают этот обычай и делают земные поклоны и кланяются присутствующим с большей ловкостью, чем мужчины. Для детей считают это радость. Дети обожают показывать, что они что-то хорошо умеют. И в данном случае ритуал сложно исполнить, для них радость. Что касается их крестного знаменья, достаточно назвать его московским. Оно совершается ударом пальцев о чело и плечи. А мы не умели креститься подобно им. За что они насмехались над нами, говоря, почему вы проводите каракули на груди, а не ударяете пальцами о чело и плечи, как мы? Мы радовались за них. Какая это богосейная страна, чисто православная? Ни евреи, ни армяне, ни другие иноверцы в ней не обитают и им неизвестно. Благословение. Так принято благословлять в этой стране. Благословение архиереям издали им неизвестно. Архиерей должен стукнуть их пальцами, чтобы они удостоверились. О посте. В этот пост мы переносили вместе с ними большое мучение, подражая им против воли, особенно в еде. Мы не находили иной пищи, кроме мазари, очищенна гречка, похожего на вареный горох или бобы, ибо в этот пост совсем не едят масло. По этой причине мы испытывали великую, неописуемую муку. Мы извинили бы их, если бы в этот пост, это великий пост, они ели бы не только рыбу, но и мясо. Не было бы им греха и запрета, ибо у них не водятся и потому неизвестны им ни чечевица, ни овечьий горох. Кроме мазари, они знают только соленую капусту и соленые огурцы. Вообще, наверняка, вы нередко встречали людей, которые любят посудачить на тему о том, что все эти средневековые порядки устарели, все эти посты, сейчас режим жизни другой, поэтому мы не можем поститься, как древние люди, надо иначе питаться. я с этим совершенно согласен. Конечно, режим жизни другой, питание у нас совершенно другое, только, простите, все изменилось в противоположную сторону, чем считают недовольные. Я не могу понять, как постились люди в 17 веке. Это сегодня поститься, хочешь осьминожков, хочешь киви, бананчики и так далее, оливки черные, оливки зеленые, пожалуйста, выбирай себе. Но в 17 веке не то, что осьминогов в России не было, картошки не было, макарон не было. Как без этого поститься? Я вообще не понимаю. Ну вот они только знают соленую капусту и соленые огурцы. Ну а теперь самое симпатичное в этой фразе. Кроме бедняков и крестьян, никто постом не ест рыбы, богатые вообще никогда ее не едят. У них это считается большим грехом. Вот оцените, удивительная совершенно логика. Очень понятное дело, что богачи рыбу едят, когда нет поста или когда мягкий пост. А вот в пост рыбу есть грехом считается для богачей, но не для бедняков. Логика очень понятна по поводу. То есть, если у тебя есть деньги, ты можешь выбрать. Пойти это, купить это, разносоли и заказать себе. А у бедняка ничего нет, кроме удочки. Пустой погреб, где крысы все съели. Но зато Москва река, в которой рыба таки была. То есть, поэтому реки, реками Русь была всегда богата, рыбные ресурсы были огромными. Значит, это вот то богатство, лесные богатства и рыба, которая всегда к услугам самого бедного человека. Не дают с голоду помереть. Значит, поэтому для бедняков слабее ограничение поста, пожалуйста, рыбу можно в Великий пост. А богатым нельзя. Для богача это грех. Вообще, я признаю, что меня очень интересуют кулинарные темы. Дело в том, что я советский человек и с советским началом в себе борюсь, обречен бороться, наверное, всю жизнь. Так вот, я помню, что впервые мои октябрятские представления треснули, когда однажды я услышал какую-то телепередачу, что-то там по русским обычаям народным. И там про масленицу было. И там была одна фраза, которая меня поразила в моё детское сердце. Там было сказано, что русские мужики на масленицу устраивали соревнования, кто больше блинов съест. Для меня это был шок. Как же так? Я был воспитан в духе, что при царе-батюшке народ голодал. Только советская власть накормила свой народ. Какие соревнования, кто больше съест? Вы чего? Они с голода пухли. Ждали и назовались, когда Великий Октябрь в Беларусь дедушка Ленин нам придёт. Чтобы было понятно действительно детское восприятие, вот в 2005 году патриарх Алексий приехал в Брест. Современная Беларусь, это я вам скажу нечто с точки идеологии. Лукашенко называет себя православным атеистом. И вот, значит, батька, патриарх, митрополит Филарет в Бресте, там торжества по случаю юбилея Победы, и девочка от имени церковно-приходской школы и вообще все жители города приветствует патриарх. Девочка, ну, ангеловидная, всё понятно, косички, бантики, голубые глазки, всё хорошо и замечательно. Конечно, девочка озвучивает речь, которую прошла все возможные виды цензуры. Девочка её громко с выражением озвучивает. А в конце дитё решила от планты сердца добавить. Говорит, «Ваше святейшество, вы знаете, мы вас так любим, так любим, вы для нас, ну, как дедушка Ленин». Так вот, моё октябряцкое сердце тогда возмутилось. Как это вообще? Что это за конкурсы еды, понимаете, в голодающей России дореволюционной? И вот с той поры я обращаю внимание на эти тонкости, мелочи, да, а что люди ели? Вот, например, Византия, 12 век. Вообще, рацион, на самом деле, тяжёлый. Средний византиец ел раз или два в день. Утром ели варёную пищу, обычно рыбу, бобы, капусту, приправленную оливковым маслом, а вечером ели только хлеб с вином, иногда добавляя овощи и фрукты. То есть, основное место в рационе это 11-12 века занимают хлеб и вино, причём в месяц житель столицы, византиец, съедал 13-15 килограммов зерна. То есть, вообще говоря, это очень нездоровая пища, надо сказать. Но там, действительно, с мясными ресурсами трудновато. Так, давайте уж сразу тогда посмотрим, чего ели москвичи. Значит, чёрный хлеб любит больше белого. И сначала воеводы посылают нашему патриарху подарок, сначала чёрный хлеб, потому что он у них в большей части, а потом уже белый. Хлеб делают только из зерна, сжатого за два года до этого. Вот это очень важно. Если два года могли высушивать зерно, значит, стратегические запасы были нормальные, голода не было. Собак кормят мясом, а поят молоком. Поэтому каждая собака в силах бороться с толпой и никого не подпустит к себе. В этой стране вообще не имеют обыкновения пить воду, разве что по нужде. Вследствие этого число больных у них очень невелико, пьют квас. Было замечательное феодальное соревнование. Первый овощ, который удавалось вырастить в нашем климате, это огурцы. Так вот, крестьянин, который первый доставит царю во дворец ведро огурцов, получал приз в деревню с крестьянами. Так что стимул был серьезный. Сегодня дискуссии ведутся в обществе на тему о том, можно ли вводить в школах в качестве обязательного предмета основу православной культуры. И обычно говорят, что нельзя, потому что у нас страна многонациональная. Аргумент некорректный. Я бы сказал так, именно потому, что Россия многонациональная страна, нужно вводить этот предмет. Россия не просто многонациональная страна, она страна со стремительно меняющейся этноконфессиональной картой. Немножко статистики. В московских школах 12% детей граждане Азербайджана, иностранцы, даже. По прогнозам института генетики Академии наук к 25-му году численность русской общины Москвы сократится с 7 миллионов до 6 миллионов. Численность чеченно-ингушской диаспоры в Москве достигнет миллиона человек. Рождаемость в семьях по-настоящему мусульманских рождаемость 3,4 ребенка на семью, в семьях по-настоящему православных 2,8 ребенка на семью, в целом по стране 1,21 суток ребенка, в Москве и Петербурге 0,95 в самых богатых городах. То есть в общем вполне понятно сколько нам осталось ждать лет чтобы проснуться в московском халифате. Если же мы этого не хотим то надо немножко как лягушка в банке с молоком лапками подергать подзбивать сметану куда. И вот попытка вести основу православной культуры это и есть такое дергание лягушки в банке с сметаной. Именно потому что в классах будут сидеть нерусские дети важно передать им код русской культуры. Научить их азам как ориентироваться в мире русского человека в нашей душе в нашей жизни в нашей истории чтобы не было лишних колючек лишних недопониманий конфликтов. Различие между народами это различие не в цвете глаз или волос это развитие в культурных сценариях. культурные сценарии это термин социальной психологии то есть базовые реакции человека сценарии поведения в базовых жизненных ситуациях. Как пеленают малышей как играют с детьми как дерутся мальчишки как учат детей как ухаживают за девушкой как празднуют свадьбу как готовят еду как торгуют как болеют как умирают как хоронят как вот это культурные сценарии базовой ситуации. Пример Мальчик маленький подходит к маме и спрашивает мама скажи пожалуйста а кто я по национальности? Мама говорит сынок дорогой ты знаешь у нас у евреев национальность по маме определяется я еврейка поэтому такая же тоже еврей ага задумчиво вздыхает мальчик отходит через час папа с работы приходит мальчик к ним бросается папа скажи а кто я по национальности? Слушай сын у нас у чеченцев национальность определяется по отцу я чеченец ты конечно тоже чеченец ага еще более задумчиво вздыхает мальчик тут родители «Малыш, в чём дело? Почему тебя заинтересовал национальный вопрос?» Тот говорит, «Да понимаете, соседскому Мишке новую машинку подарили, и я всё думаю, обменять у него или отнять». Анекдот анекдотом, но это и есть базовый культурный сценарий. Ну а теперь возвращаемся к Дякану Павлу Олепскому. Что его больше всего возмутило в нашей стране? Торговля московитов – это торговля деспотичная, это торговля сытых людей. На всём рынке одна цена, и никто не торгуется. При попытке торговаться сердятся. Вот понимаете, в чём отличие? На Ближнем Востоке, если я не поторговался с человеком, я его обидел, продавца. Что-то у меня с человека не видишь, что ли? Давай поговорим, как у тебя же, как у меня, и так далее. Потом бери редиску бесплатно, не нужна она мне. А у нас наоборот. Что это? Я себя не уважаю, торговаться буду? Проповедь. Богослужение и проповедь. Вот была долгая служба в Кремле, потом проповедь патриарха Никона. Бог да даст ему чувство меры. Он не пожалел ни царя, ни даже нежных детей. Не в смысле обличения, а в смысле продолжительности проповеди. Никон говорил в красноречивых выражениях, последовательно и неспешно. Когда он запинался или ошибался, он долго обдумывал и молчал. Некому было порицать его и досадовать, но все молча и внимательно слушали его слова. Но теперь сначала все-таки о царе еще поговорим немного. На царских пирах не было ни флейт, ни барабанов, как в Молдавии. Они пели певчие, а чтец считал Патерик. Вот царь приезжает в чудо в монастырь. Встал у колонны в своем месте, он заметил, что иконы за его спиной приказал икону унести. Случалось, что бояре не знали, что царь будет в этот день на обедне, и опаздывали. Он тотчас записал имена тех, которые не явились, и послал привезти их из дома со связанными руками. Отвел их на берег в Москву, реки велел бросить их в реку в их парчевой одежде, говоря, вот вам награда за то, что вы предпочли спать со своими женами до позднего утра и не пришли отстоять за утренец царем. То есть, понимаете, ситуация такая, что никто не знал, что прерыв будет на службе, царь будет на службе. Ну, решил, с утра проснулся, пойду помолюсь. Он появляется в храме, естественно, тут же его там замечают, и всякие слуги, лакеи начинают смсить друг другу. Царь в храме, срочно все сюда. Но вот те, кто не приходят даже к концу службы, вот, соответственно, их в Москварику. Но при этом, однако же, все-таки хотел бы сделать тоже важное замечание. Все-таки это не время самодержавия еще. Власть царя отнюдь не всесильна. И на самом деле, боярская власть еще очень и очень сильна, и царь должен все время все свои действия серьезно согласовывать с ними. Так что, никого особо... То есть, этот эпизод, он по-своему занятен, но это еще до самодурства XVIII века еще очень и очень далеко. Ну, а вот самое удивительное. Значит, царь приезжает в монастырь. Значит, это, вновь, 56-57 год. Это время, когда началась 13-летняя война России с Польшей. Единственная война XVII века, которую России удалось выиграть, в конце концов. Хотя был ряд катастроф, особенно на последнем периоде. И вот, в частности, больше года армия Алексея Михайловича осаждала Смоленск. И удалось его взять. С той поры Смоленск уже навсегда остался русским городом. Пока царь стоял под Смоленском, по Москве и Руси прошлась жуткая эпидемия. Не то чумы, не то холеры. Царь возвращается из похода в Москву. Диакон Павел свидетель его возвращения. Что его поражает? Никаких перов, только молебен. Он даже к жене не зашел, а сразу в Савин-Старжевский монастырь, свой любимый, в Зенигород. Любимый монастырь Алексей Михайлович. Приезжает туда, встречает колокольным звоном, и уже во вратах монастырских сообщают ему, что, увы, из 300 монахов умерло 120 за этот год. Реакция царя. Он падает на колени и говорит, простите меня, братья, это по моим грехам. Умерли монахи моего монастыря. Совершенно удивительное сознание своей христианской и царской ответственности. Я помню одного народу избранного президента России, который обещал лечь на рельсы, если в ходе проводимых им реформ народу станет жить хуже. Но, кажется, поезда по нашей стороне беспрепятственны, до сих пор ездят. Значит, это вот различие между президентом и царем. Дальше. Служба. По ходу дела, ну, надо пояснить, что произошло. Значит, чин службы понятен и одинаков, в века не меняется. Но есть один нюанс. В конце уже все молитвы кончены. Чтец говорит, благослови отча. Но если в храме присутствует епископ, благослови владыка. Если патриарх, благослови святейший владыка. А вот в данном случае вышла заминка у монаха-чтеца. Патриарх был, но не наш, не Никон. Приехал с царем антиохийский, чужой патриарх. И поэтому монах не очень понял, что надо читать. И поэтому по ходу дела, говорит, благослови отча. Вдруг царь вскакивает на ноги и с броню говорит с чецу. Вот Диакон Павел пишет на арабском языке. И в данном случае то, что царь сказал монаху, осталось неизвестным арабскому читателю. Потому что арабская вязь передавала русскую фонетику. Без передачи смысла. В обратной транскрипции это звучит так. Что говоришь, мужик, блядин сын. Тут патриарх, скажи, благослови, владыка. Тут я хотел бы сказать доброе слово в защиту употребленного слова. Но какая же слово блядь обозвала матерна? Вот я не могу понять. Слово из церковно-славянского языка. В послании к Тимофею, откройте, сказано есть. В богослужебных текстах есть постоянно. В писем протопопа Аввакума, когда он пишет там никонские бляди, это, кстати говоря, это не намек на сексуальную активность патриарха Никона, нет. Речь чего это гораздо более простая вещь. Откройте словарь Дьяченко, словарь церковно-славянского языка. Первичное значение слова блядь от глагола заблуждаться. Еретик, тот, кто проповедует ересь. Вот это первичное значение этого слова. И лишь во втором значении то, что сегодня с этим словом ассоциируют. Поэтому я был в полном трезвом уме и здравой памяти, когда в мае этого года, простите, в сентябре этого года, ну сидел я у себя дома, никого не трогал, как ни странно, и вдруг раздался звонок, и мне сказал, отец Андреева в прямом эфире радиомаяк. Скажите, что русская церковь думает о предстоящем концерте Мадонны в Москве? На что я и сказал, что много чести, чтобы русская православная церковь что-то думала о каждой выходе и каждой заморской бляде, тем более 50 лет. Вот одного сказанного мною слова хватило, чтобы на две недели считаться ведущим Мадонна ведом страны. Два раза в программу Вести меня после этого приглашали. Ну вот, может быть, самый мною любимый эпизод во всей этой книге. Это описание крестного хода на вербное воскресенье с участием царя и патриарха. Значит, Москва считает себя не только Третьим Римом, но и Вторым Иерусалимом. Вспомните, Новый Иерусалим, патриархом Никоном, построенный под Москвой. Значит, естественно, что Кремль – это святая святых. И вот совершается крестный ход. Ход Господня в Иерусалим. Соответственно, из Вифании в Иерусалим, откуда-то с городских окраин, скажем, посрединке, идет крестный ход в сторону Кремля. Крестный ход тоже такое интересное было. Но, во-первых, на нем везли елку новогоднюю. То есть у нас обычно говорят, что новогодние елки рождественские пришли из Голландии, из Европы, из Германии. Это не совсем так. Потому что в истории Руси была елка. Значит, вот на вербном крестном ходу вербного воскресения ставили дерево в телегу, в сани, еще зима. И это дерево украшали конфетами, пряниками, игрушками и везли в этом крестном ходу. То есть сменилась просто локализация этого древа с вербного воскресения на Рождество при Петре. Дальше детишки бежали и под ноги крестному ходу, под ноги патриарху клали свои одежды. Символика понятная, да, что Христос, патриарх, символ Христа, входящий в Суслим, детишки бросают свои одежды по Евангелию. Но для меня этот эпизод был особенно значим, потому что, опять же, напомнил мне мою жизнь. Когда я был первокласской, или во втором, нет, во втором классе уже, кажется, жизни у меня не было. Потому что на мою школу, моя школа попала в список тех школ, которые должны были поставить детей на Красную площадь, на парад 7 ноября. Соответственно, нас после всех уроков гоняли в Лужники, там не было рынка, был асфальтированный плац, и там под дождями мы должны были стоять шеренгами и что-то репетировать, как чем махать, потом на Красной площади. Помню, какой-то кубик надо было придумать, метр на метр струдить на этот кубик, кто вставать, кто его таскать с собой и так далее. Дело, конечно, муторное, но за это обещали бесплатный костюмчик. Судя по тому, что мои родители согласились на такое мучение для своего ребёнка, наверное, для них это казалось привлекательным, то есть семья была бедная, и, соответственно, считали, что халявный костюмчик, он того стоит, страдание ребёнка. Так вот, это всё истри к нам пришли. То есть непонятно, что нельзя на Красную площадь выпускать обычных советских оборвавших, надо их одеть во всё новенькое и так далее. Так же было и тогда. А именно, детям эти одежды, кафтаны, которые они бросают под ноги патриаршей лошади, выдавали из царской казны. А затем эти кафтанчики оставались навсегда суконные кафтанчики в распоряжении детишек. Ну и, наконец, самое интересное. Как вы уже поняли, это эпоха, когда во всём стараются жить по-писанному. Поскольку Христос в Иерусалим въехал на ослики, то и патриарху подобает въехать в Кремль точно так же. Но вот тут и возникала проблема. Первая её часть. Где же в нашем климате ослика взять? Проблема, в принципе, решаемая. Раз в год можно было бы из Астраханского ханства ослика импортировать. Но дальше всё равно возникала другая проблема. Почему-то так исторически сложилось, что комплекция наших епископов мало похожа на комплекцию Христа. На патриархе Никоне, на его саккосе, только речного жемчуга был целый пуд. Ну какой же ослик такое вынесет? Но мозговитые московиты нашли выход. А они брали лошадь. К лошади привязывали ослиные уши и нарекали её осликом. И вот на этом нареченном ослике и ехал патриарх. А под усы этого ослика вёл царь. За это патриарх каждый год платил царю 100 золотых монет. Царь же эти деньги не тратил, а складывал в отдельную шкатулку и пояснял, это единственные деньги в моей жизни, которые я заработал сам, и я хочу быть похороненным на эти деньги. Этот обычай отменил только Пётр I, потому что считал, что этот обычай унижает царя. Но он заодно и патриарха отменил. Теперь немножко поговорим о законах. То есть, ну вы чувствуете, разговор действительно на две лекции, да? А не на одну. Диакона Павла очень интересуют самые суровые законы в христианских странах. Дело в том, что турки не допускали христиан к службе в государственном аппарате. В отличие от арабов. В арабских халифатах в арабское время христиане служили в аппарате, вспомним Иоанна Дамаскина, его отца и так далее. А турки этого не разрешали. За это они брали с христиан особый налог харадж. Раз вы не служите в армии, не работаете в госаппарате, то вы платите деньги на содержание тех структур, которые вас защищают. Но через некоторое время турки сами забыли, в чём дело. И они стали обвинять христиан. Вы такие амебы, вы управлять-то собой не можете. То есть, это не мы вас не пускаем в аппарат, а вы сами такие, что ничего не умеете. И это поэтому дьякон Павел, он понимает, что его книжку будет турецкая цензура читать, он специально вписывает в свою книгу суровые законы, которые поддерживают порядок в христианском европейском обществе. Ну вот очень интересный закон. В Константинополе, в патриаршей церкви, все сокровища находятся в руках старосты, и патриарху не доверяются. Молдавия. Бог не создавал на земле людей порочнее жителей страны молдавской. Все мужчины, воры и убийцы. Это неправда, они ещё ремонтники и строители сегодня. Считают, что на основании документов, да, значит, там был господарь Василий Луб, князь их правил. Он издал закон, согласно которому, если вора, знаете, у молдаван Сибири не было, поэтому ссылать было некуда. Княжество маленькое. А сжать в тюрьме дело дорогое преступника. Значит, поэтому делали так. Ловят вора, и его не казнят. Ему отрезают левое, правое ухо. Его клемят, бьют кнутом и клемят. Во второй раз поймали вора Клемёнова, значит, рецидивиста, отрезают правое ухо и отпускают. Ловят одноухового вора на месте преступления, отрезают левое ухо и отпускают. А вот если безухового вора поймали, вот тогда его казнили. Так вот, за 20 лет правления Василий Лубу было казнено 14 тысяч человек воров. Это при таких-то вот льготных условиях. Мы видели, что даже их священники становятся главарями разбойничьих шайк. Я бы в это не поверил, если бы не те события, которые в наших глазах сейчас в Молдавии происходят с одним из их епископов. В столице Валахии Терговишты при наступлении вечера бьют в барабан. Утром стреляет пушка. Если кого увидит идущим по городу ночью, вот между барабаном и пушком, стража расстреливает его на месте. Жены и дочери в стране Валахов скромны и весьма целомудренны. Если о ком станет известно, что ли его позорного, если это мужчина, ссылают в рудники разбивать каменную соль, оттуда нет спасения. Женщин топят немедленно. У казаков, если в прелюбодеянии захватят мужчину и женщину, их тотчас расстреливают. Таков у них закон. А вот очень гуманный закон. Человек донес на другого человека. Ну, понятно, что тогда Шерлока Холмсов не было, знатоков тоже, и поэтому единственный способ установить истину – это пытка. Подноготная правда и так далее. Подлинная правда. Однако, если донос не оправдался, тогда пытки подвергают доносчику. Такой же пытки, которую пытали обвиненного. Но после этого доносчика заставляют оплатить лечение обвиненного. Министр и бояре не собираются для совещания друг с другом, только в присутствии царя, чтобы не было подозрений в заговоре. Теперь вот такая интересная деталь. Москва окружена лесами. Это хорошая полоса защиты. Соответственно, есть прорубленные дороги, ведущие к Москве. У начала каждой из этих дорог на окраинах Российского царства стоит город-крепость, и нельзя проехать мимо. Дороги узкие, две повозки не могут разминуться. То есть все под контролем. Когда человек приезжает в пограничный город, его не пускают. То есть вот там, соответственно, есть два варианта, чтобы попасть. То есть московиты, пишет Диакон Павел, не заинтересованы в торговле с иностранцами. У нас все есть, нам ничего не надо. И есть только два способа попасть в Москву. Первый. Если сказать воеводе, я пришел во имя царя. Это означает, что ты знаешь некий секрет, который ты хочешь сказать царю. Тут воевода должен понять, что это для царя, это не для него, не его уши и дело. И поэтому он должен дать пропитание, должен дать транспорт, деньги на дорогу и отправить в Москву. Но зато это система Ниппель. Тот, кто так сказал, больше не имеет шансов выехать из России. Логика вполне понятная государственная. Если ты знаешь государя в секрет, зачем тебе по Европе шлятся с этим секретом? Оставайся у нас, найдем для тебя в Сибири место. Второй способ попасть в Россию притвориться монахом. Соответственно, эти вот купцы, торговцы, мелкие спекулянты, они в этих пограничных городках копились и ждали приезда кого-нибудь епископа или патриарха. И затем давали взятку этому епископу, назови меня своим племянником, келеником и так далее. И тогда их всех пускали. Но тогда приходилось уже с ними подсматривать опять же. В этой стране, соответственно, архиереи не имеют значения, не ценятся, ибо они сотнями и тысячами бегут в Москву за милостыней, укрывая таким образом свои расходы. Вот интересная деталь. Кипрский архиепископ при въезде попробовал сказать, что он патриарх. Но воеводу в Путилле сказал, мы знаем лишь четырех патриархов и поставили у себя пятого на место римского папы. Не ври. Аналогично, сербский митрополит попробовал назвать себя патриархом при Никоне, и очень жестко Никон его поставил на место. Хотя это был период, когда действительно в сербии были патриархи, петческая патриархия. Еще интересная мера безопасности. Никон не позволяет входить к себе домой никому из грамотных людей. То есть разделение, да, патриарший приказ и патриарший дом. В приказе, понятное дело, грамотные дьяки сидят и так далее. А дома у патриарха только неграмотные слуги. Почему? Потому что патриарх берет работу на дом, бумажки и так далее, чтобы никто не подсмотрел, не утекла информация, все по-своему очень логично. В Троте Сергееве Лавре иностранец может ночевать только одну ночь, даже патриарх антиохийский. Опять же, потому что это не просто лавра, это крепость. Если иностранец в Москве смотрит на кремлевские стены больше одной минуты, его арестовывают и ссылают в Сибирь. То есть дикого туризма, крепость есть крепость, нечего тебе фотографировать и засматривать, рисовать нашу крепость. Когда посол приходит к царю, иностранный посол, из посольского дома идет в Кремль. Стрельцы стоят в плотной линии по обе стороны пути от дома посла до дворца. Когда посол едет в Кремль, стрельцы направляют на него ружья. Понятный знак, да? Ты чего приперся? Если с войной, нам есть чем ответить. Если перегороды завершились миром, и посол с миром уезжает, артикул делают и прикладом показывают уже послу, послу, дескать, проезжай, мы не в тебя целились. Вот у нас есть такой известный всем слух о том, что церковь богатейший феодал, попы жерели и так далее, епископы и прочее. Диакон Павел это подробнее описывает. Все сложнее, чем кажется на страницах советских учебников. Дозитно у монастырей крупнейших были огромные деньги, но эти деньги считались резервной казной стабилизационным фондом государя. Игумены монастырей ни рубля не имели права потратить без ведома государя из своих богатств. Вот скажем, когда армия и в случае войны каждый крупный монастырь обязан был на свои деньги страдить полк, вооружить его и отдать в распоряжение царю, отправить на фронт. Вот скажем, когда в эти годы была осада Смоленска, патриарх Никон на свои деньги купил 50 тысяч шведских ружей и послал эти ружья в действующую армию. Из другой области опять же мы о законах говорим. В каждой более-менее нормальной среднего класса что называется московской семье было два дома. на дворе по два дома стояло. Один камень, другой деревянный. Как думаете, какой дом для зимы, какой для лета? Какой для лета? Каменный для лета. А почему не деревянный? Не поэтому. То есть правильно, каменный дом летний, деревянный зимний. А причина очень понятная, чтобы не было пожара. Потому что в деревянном доме щели есть, меньше риск угара. То есть главное, чтобы люди не потеряли сознание, в трезвом уме и здравой памяти. летом же запрещалось топить дома и печка должна была быть во дворе. Зимой деревянный дом, даже если говорить, это не страшно, у него все равно крыша, на крыше снег, рухнет, пожар пригаснет. А вот летом очень опасно, если пожар займется, тут вся Москва может выгореть. Теперь интересно, как работало страховое общество. Действительно, пожароопасность огромная. Много раз Москва сгорала. И поэтому люди свое добро хранили в сундуках, а сундуки с приданым для невес и так далее относили в подвалы храмов. То есть храмы выполняли роль банковских ячеек. Интересно, что в это время еще была танзура у наших священников, как и у католиков. По-русски гуменцо называется. Диакон Павел пишет, священники волос на голове не бреют за исключением большого кружка посередине. Длинные волосы носили русские священники в отличие от греков. И объяснение этому совершенно не мистическое. Иначе в нетопленных храмах они замерзли бы. То есть длинные волосы это защита от сквозняка. В общем-то аналогично этот горб на филоне. У греков она пологая лежит на плечах. А здесь тоже защита от сквозняка. Священник стоит в царских ротах посередине храма сквозняк сам. Тоже такая форма защиты. Соответственно одно с другим связано. Храмы не топятся поэтому длинные волосы. А раз длинные волосы в алтаре обязательно должно быть зеркало. Чтобы расчесать волосы перед выходом к людям и так далее. Еще одна интересная особенность. В храмах русских никогда не было лампад. Потому что масло дорого, а зимой оно замерзает. Поэтому храмы освещались так. Каждый сам приносил в храм свечку. То есть свечи в храмах не продавались. В ту пору люди сами делали свечи, проносили в храм. Но при этом приходской бюджет формировался за счет свечей. А именно человек, прихожанин приклеивал к свечке копеечку. И когда ставился копеечка ее ставил. Так формировался церковный бюджет. Удивляет дьякона Павла то, что колокольный звон в Москве начинается не с началом службы, а за час до нее. Вот для меня было неожиданностью. У них принято кодить все иконы в церкви поодиночке. Даже те, которые висят на стенах. Причем поднимать руку высоко, сколько сил хватит. Признаю, что меня в семинарии в московской учили, что при кождении должна двигаться только локтевой сустав, и чтобы выше груди кодила не поднималась. А на самом деле в 17 веке вот так кодили. Католики тоже до сих пор так часто кодят. У них такое есть. То есть это более старая форма сохранилась. Если московиты не видят издали иконы или церковного купола, не молятся. Вот в это я мог бы не поверить, если бы с этим сам не встречался. Помню в Румынии с одним старовером беседовал юношей. Он в армию был призван уже Липованин и начинался Великий пост. Я ему говорю, слушай, ты может быть молитву Ефрема Серина помнишь там где-нибудь в казарме в каптерке где-нибудь найди место хотя бы эту молитву читай если в храм тебя не отпускают. Он говорит, нет, нельзя. Почему нельзя-то? А мне митрополит сказал, без лестовки молиться нельзя. Без четок. То есть в данном случае это проблема ни одного этого мальчика или одного ни икон ни Евангелия русские не целуют пишут из боязни осквернить их. То есть иконы целовали раз в году в неделю торжества православия на дом в знак доказательства того, что я не ритик. Вот не слышу. Не знаю когда началось но лично я считаю что мне в этом смысле мне нравится больше современная традиция. Вот очень важная но это скорее уже такая наша профессиональная вещь когда совершают освещение воды сначала воду кипятят чтобы она не так скоро замерзла. Но храмы не отапливались поэтому была проблема чтобы дары не замерзли чтобы вода в крещальне купили не замерзла. Понимаете сегодня просто есть некоторые такие батюшки экстремисты которые считают что нельзя крестить ребенка в подогретой теплой воде только холодный что вылилось из или в проруби и так далее что вылилось из водопроводной трубы поэтому отсюда многие родители боятся малышей нести вы их заморозите статистики такой я не знаю но просто хочу обратить внимание на то что в 17 веке не стеснялись чтобы подогреть священную воду ах да вот мое любимое место значит пасха наконец-то разговение у птерха никона и вот он причитает что было на столе сначала черная икра потом красная икра потом рыба какой дурной порядок нам казалось что мы еще не разговлялись понимаете в чем дело душа барашка прочит душа араба просят барашка а у патриарха на столе мяса нет вот милые вещи очень хотелось чтобы так у нас было винные лавки и пятейные дома с самого начала поста и дохми на воскресенье оставались запечатанными в течение всего года пятейные дома остаются закрытыми от кануна воскресенья до утра понедельника так же и во время больших праздников первые дня великого поста закрыта вся торговля закрыты все съестные лавки отстояв обедню в среду царь разговелся попил сладкий компот то есть первые три дня вообще ничего полного воздержания сладкий компот затем он снова постился до позднего утра субботы отстоял обедню причастился вкусил антидор и затем позавтрак особенно строгий надзор бывает за жителями на первой неделе поста по средам и пятницам поста на страстной и в первые четыре дня Пасхи чтобы люди не пьянствовали иначе их стягают без всякого милосердия и жалости вот наблюдение мне кажется важным он приехал дьякон Павел Барлам Хутинский монастырь и говорит я видел там свыше ста монахов большая часть которых славится свою святость мы видели собственными глазами что некоторые из них носят на теле по 40 лет железные пояса из цепей свои рубахи и платья они не меняют пока те совершенно не слиют на них о удивление мы обоняли от них запах подобный мускусу благодарим Всевышнего который удостоил нас зреть в наши дни таких святых вот я бы хотел обратить внимание на это свидетельство есть устойчивое словосочетание в житийной литературе литературе уста его благоухали постом семинаристы любят это выражение использовать ернические ну в смысле капустой пахнет квашеной пост начался от православного начинает пахнуть капустой но вы знаете действительно вот есть такая вещь что когда человек долго пребывает в посте не ест мясо от него пахнет совершенно начнет вот вы по малышам это видите пока малыш грудничок от него же запах совершенно другой пока он мясоедом не стал совершенно иначе он пахнет и вот так и здесь то есть вот я не знаю что это такое действительно какое-то духовное преображение или вот если мы усилим воли превращаем себя из хищников в травоядных животных запах наш меняется собачьего на корове телячь вот но вот факт есть факт действительно вот бывают люди от которых не воняет вот неважно моются они или нет но есть люди от которых не воняет вот сейчас действительно настоящие монахи много лет проведшие в посте ну и наконец несколько слов заключения о быте людей в Москве по отчеству зовут даже крестьян московиты известны своими знаниями мудростью проницательностью ловкостью сметливостью и вопросами которые ставят в тупик ученых и заставляют их краснеть волосы женщины собирают под колпак так что шея остается открытой зная что в земле казаков московитов мы вообще не видели человека пораженного уродством недостатком или слепотой расслабленного прокаженного или больного а если и встречается то это кто-то из богачей страдающий болью в ногах подагрой девица покрывала не носит так что можно отличить девицу от замуж внимание православное вот сегодня у нас трехлетнюю девчонку как вдовицу одевают не отличишь у апостола Павла сказано жена должна покрывать главу свою в знак власти мужа над нею какой муж у девчонки трехлетний десятилетний пятнадцатилетний поэтому от девочек не надо требовать чтобы они в платках шли в храм девица покрывала не носит отсюда выражение простоволосая девка в отличие от замуж мужней жены как одеваются одеваются он пишет самые красивые платья одевают и так далее тоже это важно потому что нас сегодня все в телогрейках нравят в храм прийти на самом деле все таки в храм надо по праздничному одеваться сейчас на утро все поспешали в церковь нарядившись в лучшие свои платья особенно женщины он поражен впервые санки увидел а мы приходили в изумление ибо одна лошадь везла то что в наших странах не свести двадцати лошадям лед замерзшие реки он вообще в шоке в евангелии сказано что апостол петр ходил по воде один раз а мы путешествовали по воде не замочив ног несколько раз интересная бытовая деталь богатая вдова всю жизнь ездит на черных лошадях когда я это прочитал я понял кто у нас ездит на черных мерседесах ну и в заключение приведу еще две вещи которые глубоко возмутили дьякона Павла затем хозяйка взяла сосуд с водкой поднесла нам и села с нами за стол таков их ужас хуже этого только одно может быть на пасху все целовались мы горели от стыда когда женщины и девицы целовались священников говоря христос воскрес я всегда подчеркиваю что я никем ни на что не уполномочен я частное лицо от себя говорю вот и благодарен патриархии за то что она меня терпит вот все вот так ну понимаете ну по моей логике моей логике ну как надо было эту тематику решать решать ну во первых конечно надо было бы сначала написать хороший учебник что получается мы сегодня впариваем кота в мешке то есть говорим давайте пусть будет а что будет Алла Бородина то есть понимаете учебник должен быть такой чтобы у неверующих педагогов слюнки потекли какой вкус ну как интересно здорово потрясающе дайте мне об этом детям рассказать вот такого качества должен быть этот учебник чтобы детенок прочитав этот учебник сказал бы а что еще я могу об этом почитать но это требование к любому учебнику хоть по физике хоть по биологии хоть по истории хоть по в основном, православная культура, чтобы учителю было интересно с ней работать, с этой книгой, и ребёнку было интересно тоже с ней жить. То есть если будет такой учебник, который снимет все эти претензии, что это замаскированная религиозная пропаганда, что там будет хула в адрес других религий, давайте сделаем так, чтобы вы понятны, что этого там нет. А зато это интересно детям, это интересно педагогам, это нужно стране. Тогда уже будет понятно, как готовить педагогу. Я вам признаюсь честно, на мой скромный взгляд, в нашей стране есть только два человека, которые могут написать такой учебник. Это я и Григорий Остр. Вот если нас арестовать, запереть где-то в Доме творчества на годик, то вместе мы, может быть, вот и напишем, я даже название знаю, «Ужасный закон Божий». Может быть? Вы признаёте, что как-то невозможно. Что? Вы, с одной стороны, говорите, что обязательно необходимо вот, чтобы я снова про право-восвязь, и тут же говорите, что а вообще вы подписать некому. Ну ладно, понимаете, простите мне моё полемическое преувеличение на сегодняшний день. Пусть копится опыт. В чём-то позитивный, в чём-то негативный. То есть я, с одной стороны, против тотальной мобилизации во все школы, по всей стране и так далее. Но, с другой стороны, не надо мешать тем, кто пробует, тем, у кого что-то получается. Тем более, что, понимаете, штука какая? Что даже если нажимают на тормоза, мешают реализации этого проекта, самое важное не это. Самое важное в том, какие при этом используются аргументы под такими предлогами. То есть если в какой-то области скажут, а у нас нет таких педагогов и учебников, поэтому мы повременим, это одно. А если скажут вслед за Фурсенко, что вообще русские не имеют права изучать свою веру и культуру в своей стране, простите, это совсем иначе. Вроде бы результат один и тот же, и там и там урока нет. Но это совершенно разные вещи, и по-разному, разные последствия в общественном сознании откладываются. Поэтому я вновь говорю, я никогда своей позиции не скрывал. Моя позиция двулична. А именно, пока Министерство образования не примет то, что профессор Преображенский называет окончательной бумажкой по ОПК, то есть пока не будет консенсуса в нашу пользу в общественном мнении, я буду всячески поддерживать идею ОПК. Но пост, только эта окончательная бумажка появится, вот я тогда поменяю линию фронта, начну тормозить и говорить, подождите, не комиссарьте, не торопитесь, дайте отдышаться и подготовить и педагогов, и учебники, и программы, и потом с этим идти к ребятишкам. Но главное, чтобы цель была поставлена и разрешена, чтобы было разрешено думать в этом направлении. И не мне, и не вам, а Академия Педнаук, Педагогическим институтом и так далее. А вот, например, есть такое постановление Никона Черногорца, который упрекает длинновластых монахов и священников и их хитской, то есть мистилианской ереси, которые, я думаю, ворочито отращивают волосы для того, чтобы все вокруг видели, как бы, для бродящих монахов. Русская церковь очень разнообразна, есть разные локальные традиции. Одно дело Украина, например, или Белоруссия, Прибалтика, Западная Европа, другое дело Великороссия. Если у нас в народе считается, что облик батюшки должен быть таков, ну, пожалуйста. Вот, например, замечательную новость мне принесли студенты Тихоновского института. Они сказали, что в церковную книжную улавку этого института поступил в продажу набор юного миссионера. В набор входит накладной живот, борода и круглые очки. Книжечка протестантам о православии, видите, она толстая, новое издание, наконец-то потолстевшее. Это защита православия при лицом баптистов, адвентистов и так далее. Первая часть этой книги – это ответ на упрёки протестантов в наш адрес. Вторая часть этой книги – это рассказ протестантам о том, что есть в православии и чего так не хватает им для того, чтобы быть христианами. И, наконец, книжечка двухтомник. Да, вот есть книжечка «Как делают антисемитам» на понятную тему русско-еврейских отношений, дополненное тоже издание. И, наконец, книжка «Станизм для интеллигенции» – двухтомник. Это христианство на фоне истории религии, на фоне язычества прежде всего, христианство и буддизм, христианство и оккультизм и так далее. Название «Станизм для интеллигенции» не относится к буддизму. Это именно речь идёт к теософии. Я не отождествляю язычество и сатанизм. Это не одно и то же. Чтобы быть сатанистом, необходимо отвечать следующим условием. Первое – принимать Библию как Божие откровения. Второе – при этом толковать те сюжеты Библии, в которой говорится о сатане, в сторону противоположную традиционному христианскому толкованию. Верить в Бога и в сатану. То есть в буддизме ни одно из этих условий не исполняется, поэтому это вообще атеизм, это может быть язычество, шаманизм и так далее, но это не сатанизм. А вот когда, скажем, Балавадская заявляет, что «змей в райском саду научил людей духовной мудрости», то это уже сатанизм. Поэтому книжка так и называется. Здесь в каждой из этих книжечек подробное оглавление можно полистать, и будет, соответственно, понятно, что может вас заинтересовать в дальнейшем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok